Здравия желаю! Итак, сегодня приспособили более мощный мотор, вот как видите, то что у меня авария была на 220, но я его приспособил, значит, с батарейками, с батарейками, как и вчерашний, был на 50, это на 124, то есть схема та же, схема та же, но выход вдвойне более, вдвойне более, значит, также мотор, это тоже на 300 ватт, генератор 124 ватта, это когда его раскрутишь на 3000 оборотов, при 24 вольтах, которые подают батарейки и выпрямитель, мощность составляет, мощность оборотов составляет, сейчас скажу вам сколько, так иначе полторы примерно, 1600- 1500 оборотов минус, то есть половину где-то меньше половины так сейчас запустим значит здесь здесь такая же схема через реле запускаем 5 секунд он работает 20 секунд работает за счет заряда батареи за счет энергией запускаем так вот он стоит стоит потому что не включена подключаем во-первых вот он пошел значит вот 4 вольта выход 390 на минимуме 395 так стоп а подзарядки нет сейчас соединим он даже весь подзарядки нет включился 387 вот это он на батарейках работает вот он пошел пошла подзарядка 460 то есть максимально 460 где-то минимальная минимальная 383 где-то в общем 460 и 3 450 давать 383 работает тихо где-то на минимальный 1300 оборотов в минуту на максимальной полторы тысячи вот сейчас полторы тысячи оборотов то есть заряд батареи идет одновременно которая значит батареи аккумулирует это все ну то есть вчерашняя схема но выход получается больше сейчас разберем пусть она работает сейчас разберем тут уже у меня данные есть вот она значит так выход максимум 445 46 ватт это так как она на 124 ватта все это перемирялось выход минимум 37138 ватта итого 38 значит это 4 раза вот 38 и 34 помножаем на 4 153 153 еще раз еще раз 24 34 так 38 34 умножаем на 4 153 153 и выход 2 выход 1 46 плюс 46 то есть 199 199 а расход у нас 19 ватт так как он работает 5 секунд а 20 секунд а 20 секунд на то что он зарядил батарейки за это время на этом и работает 20 секунд плюс инерция то есть 19 ватт делим на 19 получается видите помножим помножим на 100 получается 1049 процентов а еще мы еще крутим его пусть даже 15 ватт где-то уходит нужно крутить батарейки то крутят его еще то есть еще прибавляем 199 прибавляем 60 то есть 15 раз 15 ватт по 4 раза 60 259 делим на 19 получается 13 целых 163 то есть помножим на 100 1363 то есть КПЗ 1033 нормально где-то будут потери когда подадим нагрузку но все равно КПЗ будет не меньше 500 700 процентов это нам даже и не надо в принципе КПЗ такие нам достаточно 200 200 процентов 300 а тут в 3 в 5 раз больше будет так а сейчас покажем схему схему спрашивайте можете сами делать схема простая значит вот мотор мотор вот вал генератор 300 ватт мотор 300 ватт генератор 124 ватта при 12 вольтах реле вот реле 5 секунд питание подается 20 секунд отключается еще батарейки тут вот батарейки вот блок батареек где-то 50 ватт мощностью они старые много но всего мощность 50 ватт не более того ну и так вот сеть пока сеть потому что батареек нет а потом будет батарейка вот здесь батарейка будет инвертор будет и тут выпрямитель на 24 вольта на 24 вольта от инвертора вот так будет это последствия когда будут батарейки и выход вот так выход идёт пять раз выход идёт первый раз когда с этим вместе работают что значит 40 ватт 46 ватт выходит первый раз больше второй раз 38 третий раз 38 ну время идёт а оно оно и работает видите как 38 и 38 то есть в сумме 199 и плюс движение вот этого вала когда допустим питание здесь отключено отключено а вал то движется это тоже учитывайте но кпд как генерация там где-то тысячу получается а кпд если общая кпд брать получается 1363 здесь всего 19 ватт расход 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 по счётчику по этому 19 ватт можете посмотреть как он крутится чтоб не было разговоров вот вот стоит видите а стоит а этот то работает вот пошёл пять секунд опять встал видите опять встал двадцать секунд работает продолжает работает вот за счёт чего вот вот а вот вот б